Стало известно, кто предал Путина. Лукашенко остался без собственных самолетов, а пропаганда добралась до психиатрических больниц. Все это и многое другое прямо сейчас на канале Реальная Беларусь. Стало известно, кто предал Путина. Информацию о нападении России на Украину американцам слил высокопоставленный российский чиновник. Крот оказался рангом выше даже Лаврова, сообщил расследователь международной группы Биллинкет. По их словам, о планах Путина начать войну с Украиной знали около 20 человек. Информатором был один из этих 20. Именно поэтому у Путина стакан с водой всегда закрыт и живет он в бункере, так как он прекрасно осознает, что вокруг него люди, которые его попросту ненавидят. Ненавидят и боятся. Лукашенко останется без своих самолетов. Он очень много белорусских денег потратил на свои игрушки-покатушки, на элитный автопарк и большие, огромные, дорогие самолеты. Теперь не только белорусская авиакомпания не сможет летать, но и сам Лукашенко. Почему это произошло, предлагаю послушать. Министерство торговли Соединенных Штатов Америки сегодня приняло решение о введении дополнительных санкций в отношении авиакомпании «Белавиа». Это касается самолетов «Боинг» и «Эмбрайр». Почему это сделано? 8 апреля в связи с тем, что режим Лукашенко поддержал военную агрессию против России, уже санкции были введены. Но «Белавиа» продолжала их нарушать, осуществляя полеты в Россию, в Эмираты, в Грузию, в Египет и в Турцию. В связи с этим сегодня принято решение о том, что запрещается использование обслуживания самолетов «Боинг», «Эмбрайр», принадлежащих авиакомпании «Белавиа» в третьих странах. Нельзя также им поставлять запасные части. Мы, предлагая американцам введение санкций на авиапарк «Боинга» и «Эмбрайра», говорили о том, что необходимо ввести такие же санкции в отношении самолетов Александра Лукашенко. Как мы знаем, он использует как минимум два самолета «Боинг». Я очень надеюсь, что эти санкции приведут к тому, что в перспективе Лукашенко будет ездить. Куда он будет ездить? В Москву или в Сочи поездом? Путин заявил, что российский авторынок рухнул. Обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь ликовых, цены на которые резко возросли в этом году. Напомню, что в последние два года в России ежегодно продавалось около полутора миллионов автомобилей. Однако в текущем году объем продаж ликовых автомобилей заметно сократился. По итогам пяти месяцев на 51%. И тут он говорит, что ему непонятно, почему этот рынок рухнул. Я ему объясню. Я, простой блогер из народа, обычный человек со двора. Расскажу Путину, почему российский рынок автомобилей рухнул. Все потому, что Россия стала агрессором и убивает братский народ в Украине. Именно поэтому экономика Российской Федерации вслед и за белорусской экономикой рухнула. Чтобы понять, что такое российская армия, нужно посмотреть изнутри, как она работает. И с учетом того, что в армию, в Россию набирают всех, кому не лень, ну, лишь бы было желание убивать. Именно поэтому эти недоумки даже переправить не могут автомобиль через реку. Ну, через ручеек практически. Вот так выглядит русская армия. Беженцы из Украины показали, как выглядит их жилье в Беларуси. Это больше похоже на бомжатника, а не на жилье. В таких условиях содержат в Беларуси беженцев. И тут я вам скажу, друзья, из Украины. Не нужно обижаться на белорусов. Тут проблема в том, что даже белорусы живут в таких условиях. Снимаем второй раз, потому что первый раз было очень темно, так как насыплено мы. Это нас тут отопление. И сюда нужна кран. Бои зломи. Это кухня. Ванна была тогда видна. В этом часе было. Та картинка, которую демонстрирует ПТВ, не имеет никакого отношения с белорусской реальностью. Лукашенко уничтожил страну. Уничтожил экономику. Уничтожил социалку. Он просто уничтожил нашу страну. И сейчас, из-за того, что он так сильно ухватился за власть, он продолжает топить нашу страну. Лукашенковские бандиты впервые сказали о том, с 17-го года впервые сказали, что белорусские доходы упали на 1,7%. Понятно, что доходы белорусов упали намного больше. С учетом девальвации, динаминации и так далее. То, что Лукашенко с 17-го года утворил с белорусскими деньгами и доходами, это вообще другая тема. Сейчас я говорю о том, что они признали снижение доходов. Видимо, так доходы упали, что молчать просто нельзя. Окупанты изменили свою тактику в боях. В Минобороне отмечают, что во время ведения наступательных действий враги используют тактику привлечения небольших штурмовых групп, а применение полноценных батальона тактических групп и средств обеспечения не отмечается. Кроме того, противник избегает ведения боевых действий в ночное время и ведет их преимущественно в светлую пару суток. Причина тому плохо обученная армия. То, о чем я вам и говорил. Пропагандисты нашли своего читателя. Гомельскую психбольницу подпишут на Гомельскую городскую газету с привлечением, естественно, бюджета областного. В общем-то, теперь пропагандистов точно будут читать, так как, скорее всего, обитатели психиатрической больницы смогут понять, что именно они пытаются донести в своих определенных статьях. Россияне из легиона «Свобода России» захватили в плен украинцев, которые воюют на стороне России. Все? Великобритания внесла в санкционные списки патриарха Кирилла. Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Знаете, я тут как бы не хотел бы ничего комментировать, но патриарх Кирилл, мне кажется, занимает свое место не совсем правильно. Один раз живешь, сделай все для того, чтобы жить богаче, чтобы быть сильнее других. Если нужно кого-то подмять, подомни, обмануть, обмани. Ольга Токарчук, белорусская блогер, человек, которая была незаконно задержана и является политическим заключенным, вышла на свободу. Теперь она с мужем и детьми находится дома, приходит в себя и, я думаю, что смотрит мои роли. Оля, тебе огромный привет, набирайся сил и живи, Беларусь! Ну и новые перлы от Захаровой, той самой Машки. Каждому коллеге надо дать слово. А вы, как американцы, ведете себя все время, на себя одеяло тянете. Повелеваю вам... Повелеваю вам... Взять интервью у представителя Донбасса, который находится в этом здании, является вашим коллегой-журналистом. Начните с него, поговорите с ним. Вам же никогда не разрешат этот материал показать. Вы же знаете, это лучше меня... Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните про политических заключенных и родных, и близких. Политических заключенных это крайне важно, друзья. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были свежие, реальные и актуальные новости от канала Реальная Беларусь специально для вас. Живи Беларусь, слава Украине, пока! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине!